Это я вот со стороны вот этой стороны набережной ни разу не ходил и не спускался. Представляете, за 34 года ни разу вниз не спускался. Что за позор. Надо исправляться, блин. Как так-то? За 34 года я ни разу не спускался к Туре. Да что такое? Живешь в городе Тюмени, ни разу не спускался. Все-таки по поверхности ходил. А тут все фонтаны, оказывается, есть. Я от этого вообще не знал. Вот серьезно не знал. А ну-ка давайте как в Туре спущусь. Сколько можно записать сверху только набережной. Вот, блин, что за... Ну что я тут, ну что это, если раздолбанно все убрать, не тяжко. Куда смотрят, блин. Фонари разломаны. Кто фонари? Глаз на стекло наступил. Вандалы. Нечего ломать. Фонари нах. Портит эту красоту. Что такое? За музыка тут. Ну не знаю, что наша музыка. Портит эту клетку. Пуалет где-то там. Сюда ниже надо кустить на дырь. Вот этот куст на найду. На это дырь. Часто-то было. Вот так вот воды, блин. Ну, здорово, это поезд Майкердекса, теперь все. Наверное, какие права точно будут принять, нарушенные музыкальные права, не дай бог, на моем канале YouTube. Ну-ка, я все-таки к тому фонтану подойду. Вот это да. Сейчас сначала к фонтану подойду, лук на солнце пошел, и не будет ничего вам видно. Тут у нас фонтан, оказывается, в виде водопада сделан, да? Но я не знал. Так, еще не идем можно? Совсем уж к туретам. Уже запах воды, конечно, чувствуется, но еще не совсем. Ну-ка, вот он. Ну, хочу я несколько видео записывать в предыдущем видео, которое у меня скрыто уже объяснял почему. нет. Ну, как она, не скрыто, она вот только по ссылке, где плейлист доступен для просмотра. так, а иневу еще ниже спуститься можно, нет? Как-то. совсем в холоде, туда хочу. А, вон где можно. Ой, рыбаки, что ли? А че тут рыба водится вообще? Рыбаки, рыбаки. Все, уже загадываются, что видео записываю и на YouTube залью. Че, кто еще с видеокамерами будет ходить? Да, для чего сейчас люди с видеокамерами ходят? Только для этого? Вот я и говорю, я уже находился на свою голову, что уже жалею. Сидел камерой, кто знал, добаловался? Доигрался, как говорится. Ну, как жалею? Все, что надо делать, все по-вышему, как говорится. Ни о чем я не жалею. Че было, то было. Че получилось, то получилось. Как получилось? О, можно еще ниже к воде прямо. Ой, Мюш, к саму. Вот наш мост самоубийц. Он же мост влюбленный. Но сейчас с него уже сколько, все больше и больше людей скидывались. почитать новости. Ну-ка, я еще ниже хочу. К самой Туре, что ли, тут можно спуститься? Почему это я? За все свои 34 года, вы не поверите, я первый раз здесь не был. Все уже были, а я не был. Как это Игорь Петрович, и не был все. Инструвал еще не крутил. Все уже покрутили в горы тьми. У меня тут болезнь опять была, любовь называется. Но сейчас вывечиваюсь от нее потихонечку. Выгуливаю ее из головы. Болезнь номер два, а все та же. Все из-за той же. О, смотри-ка. Ничего, пройдет, как говорится. Ну, дальше я тут не пойду, все грязновато. У меня кроссовки новые, и они не пойду туда. Хотя можно и все. Ну вот она, вот она наша река Тура. Вот она, да. Я уже теперь совсем в нее. Вот она. Если прислушаться, можно услышать уже даже шум воды. О, вот тут, ну наконец, запах воды чувствуется. И свежести, соответственно. Не то, что там сверху загазованность. Ну ладно, мне надо вообще-то поработить и курьеру, что делать. Работать. Да, а что можно еще поразмышлять? У масса влюбленных. Времени, правда, у меня мало. Размышлений нет, у меня настроения нет. Ну вот я как назвал любовь прямо сейчас при вас. Любовь это болезнь. Да, наваждение какое-то. Вот только не знаю, которую надо лечить или не надо. Потому что, особенно безответная, например, подстегивает. Вот она у меня как в голове даже, а тут вчера вот, например, даже в случае жизни. Ревел. Ревел, да. Потому что больно. Куда там, блин, едет кто-нибудь. Сейчас все будут подслушивать. И ревел и занимался спортом. То есть видите, как подстегивает. А так у меня даже желания-то не было. Уже забросился. А сейчас снова летаю. Любовь же округляет, известно. А это что такое как у нас устроили? Катушки какие-то? Не думаю, мы сейчас будем работать. Так вот, о чем я рассказывал-то. У реки. А у реки, а у реки гуляют девушки, гуляют мужики. Что за шпионы пытаются? Ладно, это уже наваждение, мания, преследование называется. Какие. Какие. Это равно нефейт кому-то нахрен нужен. Вот не охота напугаться. Так вот, да. Любовь это какое-то наваждение, наверное, чувствуете. Что определяет. Ну видите, какой-то, как эгоизм, да, получается, да? Вот на 30 подумаешь и скажу снова мысль. Как эгоизм. Как будто только для себя надо. Нет. Не только для себя, просто не судьба. Той девушки, которая испытывает чувства, у нее есть. Ой, ну нифига, тут как будто я искупался. Пахнется, я вспомнил в детстве, в 90-е годы, когда купался в реке Туре, тогда еще можно было купаться. Такой же запах свежести, как будто искупался. И сейчас загораешь после воды. Так вот, да, девушки. У нее есть отношения с молодым человеком. У них все прекрасно, все хорошо. Просьба не беспокоить было. Поэтому... Но зато вот этот снова второй отказ окрылил меня. Сейчас снова летаю. И начал снова стремительно худеть от выполнения. Начинал снова себя забросил. Снова по врачам начал бегать. И снова, короче, оживился. Так вот, а, да. Ну это как, видите, как эгоизм получился. Как будто только для себя сбегал. Нет. Я проверить чувства сбегал и спросить, как у нее жизнь. Если бы она сказала... Если бы я в глазах даже прочитал. Потому что девушки-то говорят одно, думают о другом. И нельзя верить в слова. Доверяй, но проверяй, как говорится. Я все прочитал по глазам, что она сказала. Правда, что все хорошо. Ну, вроде, хотя и грустные глаза были. Но тут сомнительно. Ну, нет, как сомнительно. Она же написала и заблокировала снова меня. Сказала ей просьба не беспокоить. Все нехорошо. И тем более, да, закрыло доступ из-за меня. Я обидел. Я побеспокоил зря человека. Значит, все серьезно было. Потому что я так подумал. Если бы я прочитал в глазах обратное, я бы уже данное видео не записывал. Я бы уже должен с ней это показать. Но я же сказал, я бы не ушел оттуда из-за птики. Я просто все по глазам прочитал. И опять я начинаю личные подробности. Я бы там так и остался. Но все в глазах прочиталось. Мне же уже 34 года уже научился все абсолютно чувствовать. И разбираться в... Не то, что в людях. В их. В каких-то, наверное, чувствах или что там. Ощущениях, эмоциях. Он научился считывать у людей. Говорят они правду или нет. Почувствовал. Сразу вот я почувствовался. Все таки она правду говорит. Видимо почувствовался. Если она честна сама с собой. Была передо мной. Если все хорошо у них. Поэтому я и понял ее. И отпустил. Вот так. Пусть будут счастливы. Дети мои. Так говорится. Я же как старик договорил. Мне 34 года. Но это уже пол жизни прошло. Ну и самой то уже к 30-ти годам. Когда он смеется. Идет смеется. Он посмеется. Да он посмеется. А что меня достанешь? Да станешь смеется там. Вот мы тоже уже друг друга. Наверное я достал. Извиняюсь эту девушку. И она меня своего рода тоже. Ну как достала сам Женова. Ну как. Кстати. Измучила уже тоже своими отказами. Ну как. Это тоже конечно все правильно. Что она делает. Как она измучила. Это я ее измучил. Она то все правильно делает. У нее есть молодой человек. С кем она счастливает. Хотят построить семью. То я то какого хрена лезу. Меня само туда завело. Говорю. Как эгоист блин. Поступил только. Ну я и не специально. Так получилось. Как получилось. Я говорю. Я больше никогда не зайду. Если только может быть старость. Может точно она там работает. Или аптеки той не будет. Они сейчас закрываются. Как на эти блин. Вот была аптека тоже. Добрый лекарь. У космоса. Сейчас там пекарню какую-то устроили. Снесли. И тут не ровен. Сейчас не будет аптеки. Потом я вообще не знаю. Куда будет заходить. И что будет со мной. Ну в будущее я не буду заглядывать. Я не знаю. Будет что будет. Я то все равно если захочу. Но я то ее везде найду. Потому что я даже знаю. Где она родилась. Где живут родители. Я все знаю. Я ее чувствую даже. Я ее найду хоть на крови света. Если захочу. Но вопрос. Захочет ли она. Сейчас не хочет. Захочет. Значит и нечего лезть. А то хотел сказать. Сейчас не хочет. Захочет. Но не так неправильно будет. Надо оставить уже в покое. Я уже принял решение. Потому что мы совсем разные люди. Говорю уже из разного. Круговое общение. Образование. Совсем разное. имя. Я умная. Я уплываю. Не лочь. Как этим, я думаю. Тяжело все равно. Божи. Мы. Чем мне так же. У нас. Захочет. У нас. У нас. У нас. У нас. У нас. У нас. Она очень образованный человек, я бы только ее, как необразованный, немножко глуповатый, типоватый, простоватый, позорил бы точно ее. Так что мы абсолютно не соответствуем друг другу, я уже рассказывал в предыдущем видео. Не соответствуем разные люди, я бы только ее позорил, сам их позорить. Поэтому, 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 а это мы будем поразни. Интересно, вообще кто-то смотрел данное видео, да? Так, что тут за мешки-то? Дайте нормально пойти человеку. Я тут вообще первый раз, кстати, внизу, говорю за 34 года. Первый раз, словно, приехал в другой город, хотя в Кемене жил, в городе. Все вот поэтому и любят, видимо, набережные. Но я не понимал, я думал, что в этой набережной? Это 80 к воде, более меня ощущается какой-то смысл набережной. Так, мне сейчас подниматься уже надо, по работе идти. Я вот простоял, размышлял, опять всякую херню. Ну, почему херню, в этой жизни уже, в настоящей жизни, в моей жизни, в личной жизни. На ее память записываю. Цена, да, что потом все отказать. Я обязан сказать это. Спасибо ей уже дважды, ну, то, что дважды меня как-то омолодило, оживило, что ли. И все одна и та же девушка. Представляете? Вот в старости я, если буду... Ну, в старости мы все равно все умрем. Снова будет плохо, если я буду по подыхателю помирать. Возможно, я снова... Возможно, говорю. Снова загляну. К ней, на работу. Тут эта чудесная аптека. Ой, вот я давно уже хочу подписать. Нет, они сотрудники уже точно узнают, кто это написал. Найдут меня за уши там и отпинают, чтобы я это стер, это все. Я хотел просто написать... Или там на тротуаре, или где-нибудь. На той аптеке. Добрый лекарь. Что здесь работают ангелы-хранители. Что-то типа это. Здесь работают ангелы-хранители. Или просто спасибо за все. Или просто спасибо. Уже будет понятно. То есть, кто данное видео посмотрит, уже понятно будет, кто написал. Уже и так некоторым людям уже будет понятно, что за дурак там написал. Влюбленный дурак. Оставит свои среды снова на среде. Может, не буду. Ну что, я, кстати, тоже виноватствую, что люблю. Это сильнее меня, как говорится. Хотя уже и контролирую себя. Вот не хожу же к ней, не пишу ей ничего. И уже неделю, причем, держу ей и так далее будет. Пройдет все. Время отпустит. Первый раз же прошел со временем. Все развеется, все будет хорошо. И снова станет все на круге своя спустя некоторое время. Время летит. Принеси меня, река. Принеси меня, река. Голубы у нее глаза. Нет, это опять не от души я спел. Ты ничего петь не умеешь. Поехали. Нет, это опять не от души я спел. Я говорю, кто только наделил. Боженька, наверное, наделила девушек голубыми глазами цвета синего-синего моря. Ничего у нее, наверное, там поклонников-то в этой девушке, я не представляю. Миллионы, наверное. Она, наверное, уже стала отбиваться от них. А еще я тут лезу, похоже. Враг просто так. Деревенщина. Она сама-то из деревни, блин. Но она уже все. Городская стала. Ну и так что... Мне уже представляется, что она потом будет на джипах. Конечно, у нее отбоя-то нет, наверное, таких богатых поклонников. Я уже и так понимаю, забудет свои корни. Люди и так уже стали забывать, что они люди. Будет на джипах, наверное, кататься в норковых шубах и все дела. А мне такие абсолютно не нравятся. Так что, если такой станет, сразу, наверное, я забью. Да нет, не наверное. Не, не простые девушки, наверное. Такими мне точно не по пути. Никак, никак нет. Даже... Даже если будет намалеванная там красота и все... Тем более мне намалеванная не нравится. Сейчас... Вот сейчас самый момент. Лови момент, как говори. Пока она еще... На перепуте, так сказать. Пока ее не испортили какие-нибудь там богатства или что. Но видите, тут тоже не судьба. Может, я, потому что... Не совсем уверенный в себе человек был. Молодой. Он... 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 Моя первая любовь. Сейчас все это болтает. По радио как раз Лера Зорина. На радио 7 раньше работала. Бегал-то не бегал. Но там тоже ничего не получилось. Вот. Там еще это было. Тогда еще мне 19 лет было. А ей 23 наоборот. Какой там шанс? Там шансов не было. Бегал тоже шоколадки. Далил. Она говорила... Она говорила... Ты мне понравился и все такое. Зачем там, наверное, говорила? Вот эти вот слова... Вот эти вот... Если принимают девушке подарки, все с этого и начинают. Нехрен принимать. Наверное, ей сразу отказывать. И все. Тогда не будет мужик страдать и бегать. Зачем даете шанс? Вот так же и с этой тоже. Первый раз приняла шоколадки. Там вот еще подруга ее совмастила. С Катей такая же другая. Говорит, бери, бери, говорит. Она изделавлена. Это все в общем... Виновата подруга, короче, ее. Все из-за нее. Нашли виновную. Не я виновата, подруга ее. Да я, конечно, виноват. Николай, наверное, попытался шутить. На серьезную тему не зашли. Бабину надо их не ходить. Кстати, поговорил я слепой. Вы знаете, как песня у Лайших. Так, ладно, я поговорил с Лайкой. Надо уходить по работе уже. Ну, как песня была еще такая. Не помню, куда. Я спросил у Ясеня. Где моя любимая? Ясеня. Не ответил мне. Включая головой или листой. Типа этого, да? Ну, и надо философскую позу принять. Хотя я уже заканчивал. С той у поэта-философа. Сейчас нет, кто-нибудь запечатреет. Тут ее камеры снимают, нет? Так. Видите, кого-то я на видео работаю на камеру, да, кого-то. Да ни хрена подобного. Это просто. Она болезла, что она стала так. Все из реальной жизни у меня. Все правда. Я сказал, я уже предупредил в предыдущем ее. Кто смеет пошутить на данный момент, сразу забанил, даже без разговоров. Все, видеокомер... Ой, видео... Ой, комментарии поудаляю. Я сам тоже планирую все, подал удалять все свои видеозаписи. Из интернета давно уже. Сам удалиться и жить нормальной жизнью, в реальной жизни. Мне достало уже где-то цифровые технологии и так далее. От видеоугрушек успешно, давно-давно ушел. Даже не хочу уже рассказывать об этом. Года 3-4 уже назад прошло. Хочу еще из интернета удалиться совсем. Чтобы не было зависимости от этого. этих цифровых наркотиков в современности. И вот, жить нормально. Жить, может, тогда все и получится. Видите, там, новости... Нет, новость это не важно. Погода. Погоду и так вообще-то можно почувствовать или послушать по-разному. А вот, дубльгиз тот же нужен мне. Телефон старинный. Дубльгиз иногда нужен мне, как курьеру. Куда посмотреть, там пойти. Видите, иногда интернет все-таки нужен. Или с почтой. Сейчас мы вот с родителями идем. Отдельно же иногда по почте переписываемся. Хотя можно позвониться, но чтобы баланс не тратить. По почте. Все удобно вообще в социальных сетях. Блин. Так что вот как-то привязала нас. Вот, привязала нас. Ну, пускай ходят, что я один, что-нибудь. Всегда вот думаю о себе. Кому... Это вот мы думаем то, что о нас думают. На самом деле, ничего о нас не думают. Они о себе думают, каждый человек. Своих забот. Вот, привязала нас, что-то говорю. Интернет зависит. Никак не можем от него уйти теперь. Как бы у Инджейкина, говорю, в песни пела. Интернет-мобилизация была произведена. А надо от этого уходить, чтобы жить нормальной жизнью. Люди, так говорю, стали забывать, что они люди. Простые радости забывать стали. Я сейчас абсолютно серьёзно. Простым человеком побыть стали. Забывать люди, как это. Вот, выйти вот так вот. Погулять. Делать глупость. Прыгнуть вот здесь. Покупаться я могу запросто сделать. Ну, просто зачем это делать всё? А можно? Но не буду. Не на работу, потому что надо идти. Но я-то могу всё. Потому что простейший, самый простейший человек. Тут в городе Тиме. Ну, не самый, что ещё есть. Ну, как сказать, простой, обычный человек. Человек, ну. Ну, ладно. Тут пора идти пора. Со временем, короче, в общем, учишься разбираться во всём. И в людях. Ну, вот и даться хотелось. Не вернусь. Отношениях людей и с другом, в общем, в жизни. Надо уже подводить итоги сегодняшних размышлений, аналогов на настоящей природе, так сказать. Спасибо, в общем, девушке за то, что подарила уже, неосознанно подарила уже третью молодость. В 2014 году, в 2017 году, началось третье преображение. Ой, ну, я не хотел извиниться, потому что беспокоил её. А то получается, как эгоизм. Эго, блин. О себе только думаю. Ну, я просто не знаю, как само получилось. Я не знаю, что меня завело снова. Что в аптеку и опять проблемы носили. Говорят, меня одни проблемы, блин. Я не хотел так. Как-то получило. Серьёзно, говорю. Ладенько, всё. Я обвиняюсь перед всеми. Это всё. Причём, это я сам всё прекрасно понимаю. Я сознаю. И принимаю. Я признаю. Ой, ладенько, на работу пора. Дальше берётся. Просто, наверное, ничего не могу с собой поделать. Я и стараюсь. Какой я, какой есть. Какой ж, какой есть. Природа каким. Делала или наделива, родила, не знаю. Станя уже. Так, вот там вот спортплощадка. Спортном, что ли, позаниматься. Ну, вот погуляли. Тут, там, выветриваем эту поле. Под названием любовь. Она и станет легче со временем. Как и в прошлый раз. Не только время, но и природа лечит. Уже опыт в этом есть, точнее. Ну, было уже дело. Гулял, выгулял всю эту дурь из головы. И нормальная жизнь снова начала быть. Ну, как это тоже нормальная, не нормальная жизнь. Не знаю. А обыденной, привычной жизни. Работа, прогулки, дом, учёба, спорт. Ой, какая учёба. Так, как получается. Да. Работа. Спорт. Прогулки. А, нет. Да, нет. Ну, блин. Что-то в суток тоже. Как у меня последовательный. Сначала лучше с утра начинать. Спорт, работа, прогулки, спорт. Дом, спорт, сон. И вот так времени вообще ни на что не встаётся. Чтобы скучать и переживать. Только организм, наверное, изматовый всеми этими. Да, что вообще с ног висел, валюсь уже в задник. Вообще в восемь уже стал засыпать, блин. Чтобы даже на интернет меньше времени оставалось. На этот, из компьютера. Час-два в день в целом и всё. Уже даже его не надо, когда устанешь. Сразу валишься, отключаешься. Иногда даже компьютер не успеваешь выкручить, уже отрубаешься. Ну что за день так вот встанешь, что находишься по работе пешком. Еще хожу, курьером работаю. Потом еще подзанимаешься дома и на улице подзанимаешься до изнеможения. И без ног валишься отдыхать. Ну вот так все и выветрится. Как и в прошлый год вся эта дурит в голову влюбленности. Снова было жить нормальной, превысенной. в жизни одинокого, но привычной жизни человека для себя. Время лечит. Время природы, спорт, работа и творчество. В хобби, развлечениях все это лечит. Отвлекает от мыслей. И в то время все проходит, отпускает. Уже пройденный этап. Честно сказать, уже ничего не хотел записывать, найдя память. Но как пройти мимо такой вот потрясающей красоты. Вот он у нас, получается, в самом центре города Тюмень. Откроется день. Золотая черепаха какая-то, что это, что это, что это золотая черепаха? Причем тут, золотая черепаха. Но однако, блин, словно в сказку попал. Сказочно красиво просто все оформлено. Хотя это все в реальной жизни. Ну ты смотри-ка, че, а я тут не был еще на этой улице. Это у нас, да, перекресток Симакова и Володар. Что-то там какое-то здание старинное. Жив, какое-то старинное здание. Как вы уже знаете. Но однако я ничего не хотел записывать. Как у меня получилось, как обычно, спонтанно все. И не запланировано.